Меня будут держать здесь, пока Татьяна Разбежкина не подпишет все бумаги. Галочка, так нельзя, так нельзя, милая моя, в твоем положении ты не ложилась. Необходимо отдыхать. Дура я, дура идиотка. Господи, если б не отправила его в Новосибирск, ничего бы этого не было. Милая моя, мы все сильны задним умом, ну что было, то было, прошло все, все, надо же дальше. Дорогая моя, ты же не знала, что так может получиться. Мама, ты не понимаешь, если бы не я, ничего бы этого не было, и Вадик был бы здесь, и... Надя была бы странной. Все, хватит, не надо себя казнить и прекрати. Возьми себя в руки, Галя. Галя. Мама, его там мучают, из-за меня. Хватит все, все перестань, заживет все. Ты понимаешь, главное, он живой. И Наденька, надо верить, надо надеяться, что с ней все в порядке, тоже. Знаем какие. Здорово. Ребята, все будет хорошо. А теперь, лучше внимательно. Да, по-моему, все идет хорошо. Еще день-два, Егорин с Разбежкиной сломаются. Даже к сильным средствам прибегать не придется. Ну, думаю, ты прав. Вряд ли кто-нибудь выдержит такой прессинг. Не буду же ребенком рисковать. Да, Егорину тоже пожить хочется. Так что, я думаю, мы можем отпраздновать победу. Праздновать будем, когда подписанные документы будут лежать вот здесь. Это бывшие владельцы. Ну, это как они выберут, сами. Торопиться не будем. Значит-то так, я отказываюсь участвовать в вашем грязном деле. Слышите вы? Таня, ты поешь лучшее, так. Силы нам нужны. Я не хочу. Я ничего не хочу. Конечно. Ты хоть чаю выпей. Где Надя? Сережа, где Надя? Где? Конечно, успокойся. Ты должна быть сильной. Слезы, истерики не помогут ее найти. Как я могу быть сильной, когда я не знаю, где мой ребенок? Что ты говоришь? Все будет хорошо. Тихо. Тихо, девочка, я открою. Что, Баря? Мы хотели жить, любить и быть одной судьбой. И наше счастье не делить ни с тем другим, ни с той другой. Но бывает так, что все меняется потом. Чужая ревность, как беда, ночным дождем приходит в дом. Две волны друг друга снежно обнимают две любви. Под ним огнем в ночи сияют две души. Как две весны, как я и ты. Пусть даже не судьбы, лишь корабли в открытом небе. Где любви живут, а значит есть на свете. Я и ты. Я и ты. Ищем. Пока никаких результатов. Я надеюсь, что очень скоро найдем. А нам что прикажешь сидеть и ждать? Танюш, для начала я предлагаю всем успокоиться. Баря, ты в своем уме успокоиться. У меня там дочь находится. Успокоиться. Таня, Таня, нужно собраться. Это не в их интересах трогать нашу Надюшку. Они хитрые, они не будут ее трогать. Танюша, соберись. Танюша, слышишь меня? Соберись и вспомни все события последних дней. Старайся вспомнить все подетально. Каждую мелочь. Вас тоже это касается. Давайте, не ждите вопросов. Говорите, поехали. Вы так не договаривались. Я теперь за вас замешан в убийстве. Георгий, что с вами, Георгий? Вы рвались, кричите, не здравствуйте тебе, не до свидания. Как вы с такими манерами работаете на телевидении? Я поражен. Для его передачки, чем меньше воспитание, тем лучше. Он вообще все держится только на одной наглости. Я прав, Георгий? Я ошибаюсь. Какое телевидение? О чем вы? Я теперь в никаком телевидении даже не мечтаю. И не буду больше там никогда, понятно? Из-за ваших поганых планов. Идиот! То, что вас послушал. Да, умение держать себя в руках не самая сильная ваша черта. Как вы с людьми-то общаетесь? Слушайте, не надо демагогий. Меня милиция разыскивает из-за убийства. Кто за это будет отвечать? Кто? Кто? Как это кто? Ты? Я? Вы хотите на меня повесить убийство? Ничего у вас не получит. Понятно? Если меня поймают, я вас сдам со всеми потрохами. А почему вы решили, что вас поймают? Да потому что Разбешкина всю Москву сейчас на уши поставила. Потому что я был с ней, понятно? С ее дочерью я один был. Никого! И первого, кого за подростки, это бедяло, понятно? Ну что ж ты теперь поделаешь? Что поделаешь, что поделаешь, мне надо скрыться, пока все не уляжется. И вы мне в этом поможете. Каким образом? Каким? Вы мне выплатите всю сумму, которую вы мне обещали. Я обещаю, что я исчезну, меня никто никогда не увидит. Иначе я вас сдам. Так, Галя, хватит себя изводить. Надо держаться. Не забывай, малыша. Я не понимаю, чего мы ждем. Пора уже начинать собственное расследование. Хорошо. А с чего начинать? Да элементарно, выяснить, кто где когда видел Вадика последний раз. И с этого конца распутывать весь клубок. Нет, я предлагаю начать искать Надю. Почему? Потому что и Надю, и Вадика похитили одни и те же люди, так? Все, значит едем к нашей кафешке и все, ищем там следы. А я знаю, что делать. Что? Надо немедленно звонить рейдерам и соглашаться на все их условия. Так. Угу. Помыла. А это что? Ну что? Пирожки. Опять пирожки? Да, да, да. Ну, любимый его. С капустой с луком. Жареный. Вот ты же знаешь, у него диеты. Яночка, ну два пирожка. Два пирожка? Да, ну пускай порадуется. Ну ладно, ладно. Возьму, возьму твои пирожки. Какая та вообще еда-то? Слушай, Ян, ты только про Разбежкину-то ничего не говори. Ну я что, сумасшедшая? Естественно, не скажу. Вообще кошмар. Мне самой страшно становится, как подумаешь. Сын погиб, дочку украли. За что только все это бедный Разбежкин? В этом доме о комнате, кроме Разбежкиной, могут говорить? Татечка, а что такая злая с утра-то? Да я зла. Потому что я не хочу слышать о Разбежкиной. А вы как будто бы нарочно не говорите. Вы что, хотите мне довезти? Так, ну ты бы вот узнала сначала, в чем дело, а потом бы уже злилась. Ой, да. Сережа звонил? Да, он позвонил все-таки. Ну и как он провел там? Как он провел там ночь со своей разлюбезной Разбежкиной? Не на южу обоих. Ну перестань, Тань. У людей несчастье, а ты... Ну и какое на этот раз у них несчастье? Надю похитили. Тань. Таня. До свидания. Бежать тебе некуда, да и кто тебя отпустит? Ты дружок в этом деле по уши. Этого мужика ваш уголовник удалил. Вы на меня это убийство не повесите. Если меня спросят, я все расскажу и про Водилову, и про вас. Заткнись и слушай. Ты соучастник убийства. Я организатор похищения. И если тебя возьмут, сидеть будешь от звонка до звонка. Это назначение тебе не сладко придется. Там таких не любят. Пожалеешь, что вышку отменили. Что вы от меня хотите? Либо ты с нами работаешь, и мы с тобой рассчитываемся. Либо. Они хотят землю, они ее получат. Ничего себе подарочки. Это земля миллионы стоит. А жизни Наде и Вадика не стоят? Да я бы все отдала, чтобы их спасти. Не, ну предположим, ты вот как-то с ними встретилась, там договорилась, да? А как ты им отдашь землю? Как? Ведь все же документы на Таню, Вадика и Нину оформлены. Я как жена право имею. Имеешь, Галя, имеешь. Только, боюсь, теперь в этом уже нет никакого смысла. Это почему же? Потому что они зашли слишком далеко. Вот почему. Витя, ну они же этого хотят. Ну, Галочка, ну ты пойми, что они просто так их не отпустят. Ну, ну невыгодно следы оставлять. Это в каком смысле? Галя, он не то хотел сказать. Нет, 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 вы знаете, я по всем им просто ориентируюсь. Так-то, конечно, оно может быть как угодно. Да помолчи ты, кретин. Думаю, что ты несешь. Да, деточка. Мама. Потом мы начали готовиться к Новому году. Многишка очень хотела с Дедом Морозом встретиться. Ну, и мы, мы пригласили его в кафе. Кто об этом знал? Никто. Никто, только родные. Родные и еще этот, ну, как бы Ремешков. Он сказал на ней, что он очень завидует, что она увидит Деда Мороза. И на него, естественно, тоже пригласил. А что за человек Ремешков? Я участвовала у него в шоу-программе. Он потом приземлялся, что он некорректно себя поел в телешоу и предложил свою помощь. А ты давно знакомы с ним? Ну, по месяцу где-то. А часто виделись? Почти каждый день. Они как-то с Надей так хорошо потрушились, играли вместе. Таня, что? Что, Таня? Господи. Это он. Это он Надю украл. Не, ну, Таня, ну при чем здесь Ремешков-то? Ну, он, конечно, подонок. Зачем ему это надо? Я тоже к нему не очень хорошо отношусь, но он известный телеведущий. Ему наша Надя не нужна. Его он, каждая собака знает, зачем ему это. Я говорю вам, это он. Вы, кажется, знакомы. Не то слово. Вместе на дело ходили. Здорово, подельник. Если забыл, я Лаврик или Рваный, как больше нравится. Так, о чем мы говорили? Что я должен закончить дело. А ты, вроде как бы, отказался. Да нет, я не отказываюсь. Просто я не понимаю, чем я еще могу помочь. Я же свою работу сделал. Да нет, не совсем. Осталось еще кое-что. Ну, а что? Еще чуть-чуть. И будешь свободен, как птица. Ну, что сделать-то? Пойти к Разбежкину. Нет, ну, это нереально. Она же меня заподозрила. Конечно, заподозрила. Она же не дура. А ты переубеди ее. А заодно заставь подписать бумаги и отдать землю. Она же меня на порог не пустит. Жорик, Жорик, это уже твоя проблема. Ты там на телевидении научился мозги компостировать. Ну, применяй этот навык в мирных целях. А самое главное, чтобы она поняла, что мы не шутим. На кон поставлена жизнь ее дочери. Да и Горин, я думаю, ей не совсем безразличен. Так что, чем быстрее она подпишет бумаги, тем быстрее мы их отпустим. А вы их отпустите? А ты как думал, что мы звери? Нет, ну, это невозможно. Нет, нет. Я не пойду к Разбежке. Нет, 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 я не пойду. Ну, вот поэтому Сергей и не ночевал дома. Ну, это, скажи, лучше, чем если бы он ночевал с Разбежкиной. Тать, ну, что ты такое говоришь? Ну, у людей горе, а ты все об одном и том же думаешь. Ну, я здесь при чем? Она сама все виновата. Просто не надо было по землю пройти. Ну, рейдеры бы тогда не наезжали. Ну, вы вспомните, я же говорила, эта земля счастья не принесет, и что? Я была права? Тань, ты соображаешь, что так говоришь, а? Ты понимаешь, что то, что с Таней случилось, врагу не пожелаешь? Все справедливо. Она отняла мне Сережу, а рейдеры отнимут у нее землю. Ты себя слышишь? Ты, мать, ты представляешь, что значит, ребенка украли? Так, не смей, не смей такого говорить никогда. Я, например, своего ребенка никому не отдаю. И никто не посмеет, и мне его украсить. Да? Чучу-чучу-чучу, пойдем, я тебя успокою, пойдем. Чш-ш-ш-ш-ш. Чш-ш-ш-ш. Ну, ну, что с этим делать, а? Ну, она не в себе. Поехала я, Калеба поехала, ты посмотри за ней. Ладно? В общем, он мне так и сказал, что он ходил к рейдерам, мне предложили ему сотрудничать. Он, вроде, сделал вид, что согласился. На самом деле, он должен был нам с Вадиком давать о них информацию о их планах. А о наших планах ничего не говорить. Почему ты мне об этом не сказала? Да откуда я знала, Сереж? Он выглядел искренним, вроде хотел помочь. У меня даже в мыслях не было, что он на такое способен. Откуда я знала? И много полезной информации он добыл. Я так и думал. Я уверена, что мы найдем выход из положения. Все вместе и, Галочка, все будет хорошо. Ну, кто тебя просил вообще? Ну, что ты лезешь? Выступает тут. Что ты в этом понимаешь вообще? Да. Тоже у меня списались по заложникам. Когда бы сейчас по башке? Да что я вообще сказал-то, а? Ну, просто вспомнил, как это бывает. Вы мне еще спасибо скажите, да, что не дала позвонить. Ну, 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 что, ну, ну, мало ли что, она тем р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. Наговорила. Может, что хуже было? Сама бы, не дай бог, в заложники попала. Дима, ну ты замолчаешь, сказал-то или нет? Да вы что, да вы поймите, что здесь нужно действовать очень тонко. Да? Да, а что вы, Галя? Галь, ну что, ты себя не знаешь? Вот ты сейчас не в себе, вот наговоришь всякие глупости и все. Дима прав. Что? Дима прав. Я действительно не стала бы с ними церемониться. Да, конечно, прав. Он сестру чуть-чуть до ручки не добил. Мам, я в порядке. По сравнению с Вадиком и с Надей, я в порядке. Значит так. Я сейчас позвоню одному человеку и попрошу у него помощи. А какой человек? Кто такой? У нас в доме малютки один генерал милиции усыновлял ребенка. И он сказал, что я могу обратиться к нему в любой момент. Оставил визитку. Вот я и обращусь. Слушайте, ну это хорошая мысль. Так это ж Галя молодец. Ну теперь все с мертвой точки извинится. Наверняка. Ну значит, я пойду искать визитку. Конечно. Слава Богу. Ну, ребята, а если еще генерал присоединится, тогда дело пойдет. Точно. Нет, 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 нет. Я не пойду к разбежке. Ну это все равно, чтобы пойти в милицию и во всем признаться. А ты предпочитаешь, чтобы милиция пришла за тобой. Да пойми, если ты сейчас исчезнешь, подозрение сразу пойдет на тебя. То крутился здесь постоянно, то испарился. Ну хорошо. Ну что мне делать? Умный вопрос. А вот тебе умный ответ. Переубеди Разбежкину, что ты не причастен. И заставь ее подписать бумаги. И все. Будешь свободен и при деньгах. При деньгах это хорошо. Ну я не смогу, но как я ей буду смотреть в глаза? Вы хоть это понимаете? Как? Раньше-то смотрел. При чем тут это? Хорошо. А что, другого выхода нет у меня? Есть. Лаврик. Лаврик. Она меня раскулет. Жорик. Мы ведь тоже иногда телевизор смотрим. Ты же любого можешь раскрутить, переубедить. Скажи, Артур. Да уж. Ну не знаю, не знаю. Ну хорошо. Уговорили. Но только это в последний раз. Разумеется. Как договаривались. Ч-ч-ч-ч. Я... Я никому тебя не отдам. Пусорка попробует тебя у меня отнять. Я им такое устрою. Я ведь тебя так сильно люблю, что я без тебя просто с ума сойду. Ч-ч-ч. Ч-ч-ч. И... В конце концов, почему меня должна волновать проблема Разбежкиной? Пусть она сама с ними разбирается. Правда, сыночек? Она... Она уже отняла мне Серёжу. Но тебя я... Ей не отдам. Это будет нечестно. У неё и Серёжа, и дети. А у меня никого. Правда, радость моя? Ч-ч-ч-ч. Ч-ч-ч. И вот увидишь. Твой дедушка, он... Он ничего не расскажет ей. Он не позволит, чтобы его единственная дочь страдала. У него ведь ей сердце. Он меня тоже любит. И тебя он любит. Я... Я никому тебя не отдам. Слышишь меня? Ты наш. Ты мой, только мой сыночек. Мой. Ч-ч-ч-ч. А что, если рейдеры запугали Ремешкова? Ну, допустим, он действительно хотел помочь. Они его насильно заставили украсть Надю. Тоже нашёл мне запуганного. Так, Тань, после того, как пропала Надя, Ремешков звонил? Значит, он скрывается. Это легко проверить. Да, поняла. В любое время. Да. Слушайте, мы с этими переживаниями про Игоря совсем забыли. Да. Господи. Про его жизнь ничего говорить не буду. Но погиб как, как настоящий мужик. Надо проводить его как следует. А кто знает, у него родственники-то были? Да нет. Никого кроме Тани. Танюша сейчас не до этого. Что, нам придётся хоронить? Да сделаем. И место на кладбище найдём, и поминки в кафе организуем. Нормально. Вот какая судьба. Молодой. И такая страшная смерть. Ну что, Галь? Позвонила. Значит так. Генерал сейчас не в Москве. Где-то с семьёй. Но сказал, что сейчас поможет, позвонит куда следует. Подключит своих. Попросил не волноваться. Сказал, что сделает всё возможное. Угу. Ну, будем надеяться. Ясно. Думаете, Жорик исполнит, что обещал? А куда он денется? Он сейчас от страха любой подвиг может совершить. Да, верно. Но мне кажется, не пойдёт он к Разбешкиной. Кишка тонка. И с лобу своим он полный хозяин. Сам дал и сам обратно взял. Не пойдёт. Смоется. А денег? А давай забьём на бутылку коньяка. Идёт. Если проиграю, всё равно надеяться на него нельзя. Подлый, трусливый. Да. Такой в любой момент может сдать. А если он прямо сейчас подведёт? Придёт к Разбешкиной, откроет варежку и всё её выложит? Опускай. Даже если его расколет Разбешкина, или сцапают менты, мы его и там застанем. и наша птица Говорун умолкнет навеки. Какая потеря для твоей видения. Но в одном ты абсолютно прав. Жорик, отработанный материал. Нормально. Всё нормально. Малыш в порядке. Таня от него ни на шаг не отходит. Хорошая мать, нормальная. Всё нормально. А что Сергей? Сергей? Нормально. Да, ему в общем и не до малыша сейчас. И дом-то не ночует в последнее время. Проблемы у него какие-то, не знаю. Какие проблемы? Не знаю. Их с Разбешкиной дела. Нас-то не касается бы. Подожди, я... Я хочу всё знать. Не знаю. Не знаю. Алина, ну... Я хочу правду. Говори. У дочь Надю похитили. Алёшенька, только... Господи, ну только ты не волнуйся, а. Серёжа сейчас с Разбешкиной ищут. Ищут, найдут. Обязательно найдут. Всё будет хорошо. Тебе... Тебе сейчас о хорошем надо думать. Хочешь пирожок? Тёпленькие пирожки. Ну-ка давай. Давай пирожок. Я хочу поговорить с Таней. С Разбешкиной? Господи, боже мой. Ну кто же меня за язык-то тянул, а? Олег, ну зачем тебе это? Помочь-то им всё равно не сможешь. Я хочу... Всё сказать. Всю правду. Какую правду? Я наконец-таки должен всё сказать. Передай Татке, что я прошу у неё прощения за всё. Но молчать и больше не могу. Ничего не понимаю. За что ты у Тани прощения-то просишь? Она знает. Она правда будет капризничать, но... не могу больше. Олег, тебе плохо? Врача позвать? У меня всё хорошо. Поезжай домой. И передай всё Татке. Всё, что я сказал. Не отвечает. Тань, просьба. Если вдруг Ремешков объявится, неважно, замешан он в похищении Наде или нет, постарайся вести себя так, как будто бы ты не подозреваешь его ни в чём. Слушай, Борь, а может мы его сами прижмём, а? Нет. Пока он нам всей правды не расскажет. Для начала нужно из него вытянуть всю информацию, иначе он будет отпираться. Веди себя так, как будто бы ты считаешь его своим другом. Я постараюсь, Борь. Я очень постараюсь. Ну вот и хорошо. Нам надо быть хитрее. Это, получается, они забрали Надю, для того, чтобы ты согласилась пойти на их условия. Доченька. Я боюсь, Серёжа. Я очень боюсь. Всё будет хорошо. Приедешь в санаторий, веди себя аккуратно. И, Лаврик, девочку пальцем не трогай. И не кричи. И так уже дров наломал. Сказано было девчонку доставить. Я доставил. Доставил. Нам твоя доставка может дорого обойтись. Кто же знал, что там этот придурок окажется. Да хляка туда же. Лезет, куда не просит. Башка слабая. Я ударил-то в полсилы. Давай без этого. В подвале веди себя прилично. Я что, сказки должен им рассказывать? Ты знаешь, зачем они там сидят? Для чего? А чего ж тут не знать? Если девочку не трогать, Лысого не трогать, зачем вы тогда меня туда посылаете? Лысого как раз можно тронуть. Пусть знает, что от него ждут. Только аккуратней, без члена вредительства. Понял. Не переборщи, слышишь? Он нам живой нужен. А то вдруг у него тоже башка слабая окажется. Теперь, когда девочка там, Горин что хочешь подпишет. Лаврик позаботится. Главное, чтобы теперь разбежки на что-нибудь этакое не выкинуло. Танюш, ты поспи. Обязательно нужно поспать, а то сил совсем не останется. Сережа, я не могу. Я не могу спать. Я даже глаза боюсь закрыть. Как? Объясни мне, как такое могло произойти? Надю, Надю украли. Вадика, Игоря, Игоря убили. Игорь, я про Игоря совсем забыл, боже мой. Надо родным сообщить. Ну, не было здесь никого, кроме бабушки и дедушки. Они умерли уже. Подождите, у него же, девушка вот этого Даши втупилка. Надо ей хотя бы сообщить. Да. Жалко его. Сережа, принеси мне, пожалуйста, снотворно. Я попробую немножко поспать. Хорошо. Алло. Танюш, привет, это Ремешков. Здрасте, Георгий. Извините, ради бога, что не пришел на праздник в кафе. У меня была уважительная причина. Руководство канала отправило на съемку такую глушку, где телефоны ничего не ловят. Вот недавно вернулся и сразу звоню вам. Ага, спасибо, что не забываете. Как ваши дела? Как прошли праздники? Долго рассказывать. Давайте встретимся. И вы будете долго рассказывать мне свои новости про Новый год, про Надю и какие подарки она получила. А, подарки. Может быть, я прямо сейчас приеду, пока меня снова куда-нибудь не сослали? Да хорошо. Хорошо, жду. Вот и отлично. Уже лечу. Держи. Держи. Попробую сновь. Да, мама хорошая, я посижу под подежурью. Не надо. Ну как не надо? Ты лучше, Сереж, езжай к сыну. Соскучился, наверное, проведай его, ладно? Ничего с ним не случится. С мамой, с Яной, с Тусей, так что я уверен, в полном порядке. Сереж, езжай, езжай, пожалуйста, ради меня, ладно? Езжай. Если что, я тебе позвоню сразу. Ну хорошо, только... Только ты не плачь больше. Ну вот. Постарайся поспать. Я уже сплю. Иди. Я уже сплю. Иди. Так... Так, короче, сейчас придет полковник, устроим ему мозговой штурм. Чего? Какой штурм? Мозговой. Ладно, тебя не касается, не волнуйся. Без меня, мозгового штурма, все равно у вас не получится. О, Веня. Ну, ребят, что слышно? Есть новость? Да пока нет. Так о чем мы сидим? Время идет. Искать надо, действовать как-то. Вот мы и приехали, чтобы действовать как-то. Короче, сейчас состоится собрание, сейчас состоится совет военный. Надеюсь, ты поприсутствуешь. Никуда не уходи. Да я отсюда уже давно никуда не выхожу. Мамочка, а когда Дед Мороз к нам придет, можно я ему свой рисунок подарю? А то ему, наверное, грустно. Он всем подарки раздает, а сам без подарков. А так у него мой рисунок будет, и он уже не будет таким одиноким. Татка, ну хватит тебе таскать на руках ребенка-то. Спит же. Плаши в кроватку, отдохни. Целый день не спускает с рук. Он у меня на руках лучше спит, чем в кроватке. Сколько смогу, столько и буду его таскать. Ой, избалуешь, потом сама намучаешься. Ой, Ян, слава Богу. Ну что, как он там, а? Ты его покормила? Таня, о чем вы говорили с папой? Ни о чем? Ни о чем? Ни о чем? Тогда... Какую правду он хочет рассказать Разбешкиной? И почему просит у тебя за это прощение? Так замерз, пока доехал? Если ты меня не напоишь своим фирменным чаем со смородовым листом, ты меня потеряешь. Ты и так станешь трупом, если не скажешь, где моя дочь. Где Надя? Говори, сволочь! Мне терять нечего, убью. Мне терять нечего. Мне терять нечего. Субтитры создавал DimaTorzok